И снова всем привет, мужики и мадамы. Сегодня у нас на повестке дня вот этот вот аппарат. Объект 703, вариант 2. Это непрокачиваемая техника, а он мне выпал, если помните, из новогодних коробочек. Я, с одной стороны, как бы рад, что он мне выпал, с другой стороны, я ненавижу тяжик. Ну, сами знаете, в предыдущих роликах все было прекрасно видно, как я не люблю играть на всем, кроме СТ. Ну вот, это тяж с двумя дудками, довольно-таки косыми, с не очень комфортным пробитием, поэтому приходится с собой голду таскать. И, как по мне, с довольно-таки неудобным ХД. 5 секунд между выстрелами и более 10 секунд каждый снаряд заряжается. Я считаю, что единственный и, опять же, сомнительный плюс этого танка, это возможность залпа. То есть, одновременно с двух орудий можно жахнуть кого-то. Но, опять же, разброс у каждого орудия свой, и шанс фейла с средней или дальней дистанции обоих снарядов одновременно очень большой. Ну и плюс сама подготовка к залпу занимает несколько секунд, поэтому это только впритык, только в борт или в задницу кому-нибудь стрелять. Ну, сомнительная плюшка. Что касается оборудования, у меня для этого танка довольно-таки неплохой экипаж ССА-7-го. Поэтому в обязательном порядке я сюда ставлю вентилятор, чтобы устануть вообще все ТТХ. Ставлю, естественно, стабилизатор, чтобы хоть как-то сводиться и хоть куда-то попадать. Досылатель на этот аппарат поставить нельзя, поэтому я ставлю сюда оптику. И вишенкой на этом носатом тортике у меня доппоёв. То есть, те ребята, которые в этом железном гробике катаются, я их харчами зарядил по полной, и пусть они там сидят, не взят, и воюют. В общем, чё бухтеть, поехали. Повоюем на этом аппарате! И так, у нас сегодня стандартный бой. И я на самом деле даже доволен, что попал к девяткам. Я на те же, сами знаете, играть не особо умею. Я либо прусь, как баран, прямо в атаку, у меня же брони много, я аж еду. Либо я какую-нибудь позицию займу и буду пытаться там вытанковывать что-то там, щами торговать. Ну, это как сейчас. Ну, сюда поеду и буду этим заниматься, собственно. Интересным занятием. Ну, потому что я не знаю, я поеду сейчас налево ко всем, и так как я попадаю к девяткам, а не к одноклассникам. То есть я многих не пробью, а мне многие пробьют. Тем более я к этому танку не особо привык. Я, ну, щи знаю, что крепкие, но куда-то там какие-то пиксели могут пробить. Я пока не знаю, какие именно. Ну, вот сейчас мне эти массажисты и нащупают. Где там помягче, где там поплотнее, клешнями своими. Ну, а я тут кого-нибудь сейчас за задачу. Гумут, скорее всего, выбежит. Ну, или еще кто-нибудь. Здесь постоянно кто-нибудь выбегает. Вот он, чех. Да. Блядь. Ну, почему в гости? Ну, почему чуть-чуть левее не довернулось, а? Ну, он озадачен и убежал уже. И вот он, вот он этот косяк. То есть ты стреляешь слева орудия, у тебя камера такая прыг направо. И все, и ты вот, ты выцеливал, стоял. Ты из угла выехал, такой выцеливаешь. Теперь у тебя камень в экране. Камень! Ты уже ничего не видишь. С одной стороны, как бы правильно. Я иначе подстрелю этот камень, но... Кнопку какой-нибудь, сука! Вот. И вот все, блядь. То есть можно максимально попробовать стрянуть залпом. Эту вот кнопку добавили. Переключиться обратно на левое орудие, если у тебя зарядился второй снаряд. Кера. Че здесь еще пасусит, кстати? Чех уже озадачен. У чеха там свои проблемы. Он уже убытки считает. Я ему там вроде гуслю помял, а если сейчас он на сервис закатит свой пепелац, ему там такое насчитает. Волоса ножи поседеют сразу. Я просто знаю, о чем речь. У меня была Шкода Фаби. Не танк, машина. Ну, это такой ублюдок. Вот реально. Машина вроде машина, да? Ну, стоит ямку поймать и все, полтачки перебрать. Бля. Ты все-таки потерялся, малый, да? Ну, я тебя сейчас еще раз кину. Еще раз тебе кину. На. Гуслю. Там, в принципе, ничего не торчало. Как ты попал, не знаю. Ну, ладно. В смысле? Ты куда пробил там? Какая-то озверевшая Шкода. Что-то вам еще тут вазик подъехал помогать, да? Вот. Вот этот персонаж мне не нравится. Быстрое КД, хорошее пухо. А я ему могу вот только... Конечно. У меня снаряды направо доворачиваются. Куда ты мне попал там? Мне вот прям... Прямо даже интересно. Куда же ты мне там, сука... Опять попал. В какой пиксель ты мне там пробиваешь? Чего? Подождите. Мне показалось ли... Сейчас. Надо проверить. Мне не показалось, да? Ну, мне промеж глаз пробил. В переносицу, сука. Ты что наделал? В суд подам, тварь. Голдой сейчас. В казанок кину. КП твоего, по-кумарю. Все? Понял, да? Что я, голдун, тебя жалеть не буду. Все, катись отсюда. Шкода вообще потерялась. Он просто не понимает. Мне его жалко. Реально. Его добить как-нибудь. Он раз высунулся, получил. То есть он такой прям пошел, покалькулировал, что ему там надо ипотеку брать. Чтобы машину починить. Еще раз высунулся, опять получил. Задом сдал, сука. Опять получил. Что делать? Надо добить его как. Он страдает. Раненый зверек. А вот он, да? Он сюда страдать приехал. Не, брат. Иди в ангар. Иди в ангар. Все, отдыхай. Там будет спокойнее. Там тебе сразу счет выпишут. Сразу охереешь. Сразу за кредитом в банк. Что-то мне понесло, блин. Не важно. Короче, у нас здесь ситуация следующая. Т55А. Мне не нравится. Мне с ним вообще не нравится воевать. Пусть он там внизу и катается. Бульдог. Пес. Пес смердящий. Получил по щам. С вертухи, между прочим. Че? Маленький пеструнишка Т92. Кидается. В меня откуда-то там. В елках сидит. С рогатки плюется. Ну, я сейчас вазику в затылок. На. Бульдог. Пацачник тебе, сука. Вот. Настоящая советская эпоха. То есть вот с вертухи можно попасть куда надо. Если бы я сейчас выцелил, я бы гуслю сейчас без урона снял. Сто пудово так и было бы. Советская вертуха. Настоящая. Ты же маленький. Маленький хитрожопый ублюдок. Я же тебя потом поймаю. Я же тебя заеду. Тут все шотные остались. Тут просто сейчас один какой-нибудь ворвется наш. Опасный малый. Доберет их всех. И все. Я поеду воевать. Я поеду на поиски этой маленькой дряни. В смысле? Ты как меня выцелил? Ты откуда меня выцелил? Где? Дед тебе не достой. Слышь, ты что делаешь, э? Ты что, целей больше нету? У тебя там он справа. ЛГБТ бежит. ЛТТБ. В общем, светляки тебя там. Две штуки. Кумарик справа. Че-че-то меня целишь. Ты в эту прорезь меня, что ли, нашел? В щель в эту? Слышь. Писькин доктор. Гинеколог. Со стажем. Профессионал, сука. Не, ну правда. Не, он меня в эту щель выцеливает. Я тебе сейчас тут травой все замажу. Кир, ты что увидишь? Он, правда, меня в эту щель выцеливал. Блин, ну на. Сейчас тебя из этой прорези обратно насуют. Светит он. С фонариком сидит там, блядь. Птичка вылетит. Ебать, как нормально закатилось. Нормально, приятно. На ходу ты. Жипоход, сука, убегает. Ну, еще разок. Все. Теперь тебе надо переквалифицироваться. Практологи. Не, он точно хочет в жопке поковыряться. Иди, иди. Начинай с себя. Начинай с себя. Теперь тебе только с такими щелями работать. Светит он здесь. Ну, конечно. Обменялись рикошетами. Обменялись непробитиями. Безуроньями. Блин, выправили. Выправили ситуацию. Было же вообще не в нашем поле. Сейчас вот в нашем. Его я уже не выцелю. Нет. Нет. Даже стараться не хочу. Итого у меня 4 700 накидыша. 2 фрага. И у нас еще очень жирный остался Т-55А. Где-то. Где-то здесь бегай. Немного еще пара фрагов. Мастера еще не заберу точно. Высок. Прям вообще такой. Я ему высовываюсь. Высунулся. Молодец. Спасибо. Мут остался шот. Ты что-то, сука, жопой здесь ездишь и на меня смотришь, блядь. Что-то не вперед, там, идиота кусок. Вот ты стрем. Еще раз капустился здесь, чтобы не проехал я, да? Не, ну, по-любому меня ждал здесь. Всю игру здесь ждал. Задом прям такой. Раскорячился такой. Велком, сука. Прям жопой ко мне встал, но дудку на меня повернул и прям так сдох, чтобы я потом проезжал долго. А у нас остался Т-55А. И оба шотные другу-другу, да? Ну, почти шот. Ну, я трупу пристрелил, он тоже меня не пробил. У меня снайпер тот еще. Вот еще сейчас промежглаз. Промежглаз опять зарядил, да? Ну ладно. Т-30, спасибо. Я, скорее всего, сдох бы сейчас здесь, кстати. Потому что, ну, я, правда, я редко сталкиваюсь с этим пепелотцем и не очень знаю, куда его пробивать. Но у нас сейчас самая главная битва. Это опять же, если он не с другой стороны бегает, а именно здесь. Здесь маленький, шустрый, наглый, пестром. Я обещал, что я его поймаю. С девятью хп. Где ты? Где? На базу. Вот он! Все, блин. Все, дострелялся, пиздюк. Посмотри, мои ноздри, как они раздуваются. Как они колышутся на ветру. От ярости и счастья. Ну вот, собственно говоря, и мастер. Там пять косарей накидано с копейками. Почти пятьсот наассистировано. Пеструн пойман и наказан. Из-за этой непосильной труды мне дали аж тысяча шестьсот восемьдесят два чистого опыта. Не, на самом деле, бой обычный. Ничего там феерического какого-то там. И накидан не так много. Ну, мастера дали, и я запилил ролик. А теперь, уже посложив все традиции. Аж второй раз это делаю. В ролике с обзором танка. В конце. Я зачитаю лучшие, на мой взгляд, комменты. За минувшую неделю. Итак, первый. Андрей Ковалев написал. Говорит, привет, медовед. Я после твоих видосов бросил танки и бухать. Не, ну как бы то, что ты бросил танки играть, это, ну, чуть-чуть объяснимо. Ты, видимо, посмотрел такой. Я лучше буду смотреть, чем играть. И не бомбит у меня. И нормально. Ну, кому как это срабатывает. Но то, что ты бухать бросил. Не, ты молодец, безусловно, молодец. Ну, ты куда я приложил мой ролик, что тебя так закодировало, и я не понял. В общем, ты меня удивил. Улыбнул. Спасибо. За это ты сюда и попал. Теперь следующий. На это написал Сабур. Сашур. Саши. Ну, короче, он сам знает, как его звать. Привет, говорит, твои видосы, мне потенцию возвращают к этой игре. Вот тут у меня такое подозрение появилось, что с предыдущим чуваком они знакомы. Я понятия не имею, куда они там прикладывают мои ролики. Но со здоровьем им явно помогает. Прям бизнес-план, да? Запускаем ролики, прикладываем к людям. И говорим, панацея, блядь. Все лечит, нахуй. Бухаешь им патент, все, сейчас вылечим. Ну, вот доказательства. Вот. Пруфы. Два штуки. Если что, к ним вопросы все. Они прямо разъяснят, что у них произошло. Короче, ты меня тоже улыбнул. Спасибо, пожалуйста. И третий, финальный, коронный. Антон Письмеров написал. Письмеров. Письмеров. В общем, сам знает, как его звать, если не забыл. Потому что вот я, говорит, вот прибежал, чё я сказать-то хотел, а, блядь, забыл, говорит. И ушел. Чёк, у тебя с памятью чё-то? Ты в ту же поликлинику, где вот эти ребята обитают, пасутся вот эти предыдущие два. Ты там сходи, у вас там сходка будет, вы прям трое соберетесь. Они тебе расскажут, куда прикладывать ролики. И все нормально, и с памятью будет все хорошо. Ну, и а после всего этого мероприятия я вам хочу сказать, чтобы у вас там и буй стоял, и лодки плыли, и не подгорало. И с памятью все хорошо было. Счастья, здоровья. И, главное, ролик вот этот вот потом приложите, куда вот, где чё болит. Пацаны, говорят, работает. Прям помогает. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok